Дорогие друзья, скажем слава нашему Господу! До сего места помог нам Господь. И мы, я думаю, все очень рады быть на этом месте, в этот праздничный день. И я вижу и гостей здесь, и те, кто, может быть, издалека также приехал, может быть, проделал немало расстояния, но чтобы ему побыть также на собрании народа Божьего, чтобы утешиться Господом и воздать Ему хвалу. И вы знаете, хор поет Псалом, а я смотрю на зал, и вот у меня такое представление, что все мы ягоды большой виноградной грозди Божией, его лозы. И вот есть на заднем плане такая вывеска, где виноградная лоза, и написано «Благость». И вы знаете, мы с вами по великой Божьей благости и милости собраны на этом месте. Слава нашему Богу! И мы видим перед нами очень красивая такая этажерка, может быть, задним рядам не так хорошо видно, но служение закончится, ее сразу не уберут, не переживайте, можно будет подойти, все хорошо разглядеть. И такие, знаете, даже шедевры, из дыни сделали корабль, из арбуза какой-то цветок такой необычный, или как даже на ананас он похож, я даже не знаю, как его назвать. И плоды разные, и которые и у нас растут, и которые растут за тысячи километров от нас. И есть такой плод, которому я даже не знаю названия, даже два таких плода. Вот брат Петр, может быть, знает, он такие видел, когда ездил в Новую Зеландию. Он рассказывал нам, вот такой с шипами, он такой интересный. Кто-то, может быть, из вас знает это название, но не обязательно мы можем знать, но мы понимаем, что это тоже плоды, их тоже употребляют в пищу, и неважно, где они растут, потому что написано «Господня земля» и все, что наполняет ее. И Бог все нам дал потребное для пищи. И мы можем вкушать то, что не только у нас растет, но и издалека привезенное, попробовать то, чем питаются и кушают в других местах, странах и даже континентах. И мне сегодня хотелось бы обратить наше внимание на несколько мест Священного Писания. Я назову свое слово «По плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея в 7 главе очень хорошо сказано, я не буду прочитывать там большой отрывок, я кое-что скажу своими словами, и сказано о том, что, чтобы войти в небо, нужно войти через тесные врата и узкий путь. И мы по-разному можем понимать, что такое для нас тесные врата, что такое узкий путь. Кто-то, может быть, говорит о каких-то препятствиях, трудностях, кто-то, может быть, еще как-то понимает, что-то, может быть, сохранение себя в святости и так далее. Но Слово Божие немножечко ниже говорит нам о том, что необходимо, чтобы человеку иметь спасение. Не только спасение на земле, спасенным через кровь Иисуса Христа, но истану, чтобы иметь самое важное спасение. Знаете, как один брат приехал в одну церковь, задают им такой вопрос. Там сидят братья, говорят, братья, что самое важное для христианина? И вот каждый там, значит, как мог, значит, выражал свою мысль. Тот говорит, нужно Богу, значит, много потрудиться там, другой говорит, много пожертвовать, там третий еще что-то, и так далее, и так далее, и так далее. И он говорит, ну, все это как бы имеет свое место, но вы не назвали самого главного. Самое главное, быть с Богом в небесах. И апостол Павел говорит, что для меня, я своими словами говорю, да, могу приобрести весь мир, а душе своей повредить. Самое главное, быть с Богом в небесах. Это самая главная цель. И выше этой цели ничего нет. И все, что мы делаем, мы делаем для этой цели. Все совершаем, трудимся, жертвуем, служим, живем ежедневно. Это все для одной единой цели. И Слово Божие говорит такие слова. Христос, как бы, повествует, что придут разные люди с разными, значит, намерениями, но Он говорит, что есть то, что всегда можно определить человека. Почему можно определить человека? И говорит далее. Значит, Матфея, 7 глава, 16 стиха и ниже. По плодам их узнаете их, собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. И худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Есть очень четкий критерий. Для христиан, для всех, кто к Богу обращается, однозначный критерий. Говорит, по плодам их узнаете их. Какие люди приносят плоды? К такому они роду и относятся. И плоды не только то, что мы видим, да, а то, что мы и не видим. Мы с вами садим картошку, и у нее может быть очень красивая зеленая ботва. И знаете, у меня в одном месте ботва вырастает по полтора метра. Она стелется прямо по земле, и она глушит всю траву даже. Там чисто, там сорняков нету. Но меня ни это не интересует. Меня интересует, а что там внутри находится? И каждый из нас, когда подходит к своему полю, хочет выкопать картошку, и может быть он туда посадил два, может быть три мешка, может быть больше, смотря у кого какой огород, да? И никто не думает, я так полагаю, что он придет и думает, ну как бы поменьше бы выкопать, а? Чтобы не тащить, машину не заказывать, не насаждаться. Знаете, если мы выкопаем в два раза больше в следующем году, в прошлом году, извиняюсь, да, то мы закажем еще одну машину и денег подзаймем, чтобы нам только ее вывести, я думаю, что каждый из нас будет безмерно рад, если у него будет такой урожай, что он может и сам себя покормить, да, и кому-то еще послужить, и будет большое благословение, то мы понимаем, что есть то, что мы не видим, но это не важно, видят ли люди. Порой мы очень часто так настроены делать так, чтобы нас видели люди правильными, хорошо поступающими, хорошо говорящими. С одной стороны, это неплохо, это хорошо, но этого мало, этого недостаточно, мало быть зеленой ботвой, нужно быть с этим скрытым, может быть, плодом, но очень ценным, богатым, и мы были плодоносны перед Господом, даже там, где нас никто с вами не видит. И далее Слово Божие говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но далее, исполняющий волю Отца Моего Небесного. И далее он перечисляет, говорит, что люди даже и чудеса творили, да, и пророчествовали, и именем его бесов изгоняли, и так далее, и так далее. И Христос говорит, и так всякого, кто слушает слова Моисеи, 24 стих, и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. На камне. Дорогие друзья, вот есть тут две стороны, две крайности. Одни люди считают, самое важное в жизни, чтобы Бог, я сейчас кое-что хочу подметить, чтобы Бог вот меня благословлял, посещал меня, был со мною. Я скажу, да, и аминь, это очень хорошо, но это все дается тебе и мне для чего-то. Это тот, это тот питательный материал, который дается моему дереву, так скажем, да, или моему растению, чтобы оно принесло добрый плод, вся цель для этого. Не для того, чтобы мы просто наслаждались Божьей благодатью. Она прекрасна и хороша, но она дается нам для принесения доброго плода. Это цель Божья. Цель Божья не просто дать благодати, чтобы мы порадовались. Цель Божья, чтобы мы ушли и изменились, ушли со служения, и что-то произошло в нашем сердце, и я в себе внутрь положил решение, Господи, я не до конца себя, не до конца себя посвящал Тебе, Господи, помоги мне, и в том, и в том, мне посвящать себя больше и больше, приносить Тебе добрый плод. И я хотел бы обратить только некоторое внимание на несколько аспектов о принесении плода, что необходимо, чтобы приносить нам с вами добрый плод. И первое, в Луке написано 8 глава, 15 стих. Это говорится о терпении. И написано так, такие слова, приносят плод в терпении. Вот недавно мы беседовали с одной душою, и вы знаете, стоял вопрос такой, ну вот как вот, ну вот жизнью, ну вот все такое, знаете, как скажем, рутинное. Вот много дней в жизни, я так скажу, ну не совсем радостных, да, которые обыденные, ничего там особенного не происходит. Но эти дни нужно тоже проходить. Не всегда бывают праздники, сегодня праздник, и сегодня наш дух особенно может быть ликует, да, особенное присутствие Божие, нам очень хорошо. Это слава Богу. Но бывают дни, когда не так все. Когда бывает у матери многодетных много уборки, знаете, невыученные уроки, двойки у детей, и так далее, и так далее. У мужа может быть работа, и там что-то не строится, увольняют, и так далее. Много у каждого могут быть какие-то проблемы и трудности, да. И мы понимаем, что это есть жизнь, которую нам тоже нужно проходить в терпении. И Писание говорит, приносят плод где? В терпении. Вот в этих обычных днях для Бога важно, чтобы ты и я приносили добрый плод. Чтобы мы ропотно не допускали, чтобы мы недовольства не допускали, а чтобы мы и там умели с вами славить Господа и находить в Боге и в такие дни утешение и в Нем укрываться. И другое место, говорит Римлян, 5 глава, 3 стих. От скорби происходит терпение. Вот такие вот дни приводят нас к терпению, а терпение приводит нас к добрым плодам. И в Римлян, написано, 10 глава, 36 стих. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Второй момент. В Якове написано, 3 глава, 18 стих. Плод же правды в мире сеется у тех, которые, что делают? Хранят мир. То есть второе, чтобы нам принести с вами добрый плод, необходимо быть миролюбивым. Как сегодня нас все порой раздражает. Условия жизни, соседи, обстоятельства какие-то нам не нравятся, и нам хочется выйти из себя и сказать, до каких это пор все это будет продолжаться. И Писание говорит, хочешь принести добрый плод, необходима миролюбивость. Без нее невозможно, чтобы в твоем и моем сердце был мир Божий. И на эти обстоятельства мы не реагировали вспышкой гнева, недовольства, осуждения, но могли с миром Божьим это принять, это пройти, и знаете, может быть, где-то и улыбнуться, а где-то и промолчать, и одержать через это победу в Господе. Следующий момент, третий. Плод ваш есть святость. Мы знаем, что без святости никто не увидит Господа. Римлянам 6, глава 22 стих. И последний момент. Четвертый. Всегда прославлять Бога, это залог победы. Мы знаем, что не всегда у народа Божьего, израильского народа, получалось славить Господа. Когда все хорошо, они славили, благодарили. Когда они выходили на победу, знаете, у них все в жизни получалось, они славили, благодарили. Но как им было нелегко славить и благодарить, когда в жизни приходил какой-то тупик. И, казалось, выхода нет. Ничего невозможно сделать. И так и в нашей жизни, дорогие друзья, приходит такой момент, и нам кажется, ну тупик. Ну все, ну когда это все кончится? Ну ты идет и не кончается. Идет все в одном и том же русле. Господи, ну где же выход? Ну когда же? И Слово Божие призывает нас всегда его благодарить и славить. Я прочитаю такое место Аввакума, третья глава, пророка Аввакума. И мы на этом будем заканчивать и будем приходить к молитве. Аввакума, третья глава, 17, 18 и 19 стихи. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец загоняя, и рогатого скота в стойлах. Дорогие друзья, это серьезные слова. Это очень серьезные слова. Народ израильский, это в то время и была аграрная страна. И даже мы, живущие с вами в городе, если на поле чего-то не вырастет, мы не выживем. Этот человек говорит очень серьезные вещи. Он говорит, Господи, если того не будет, и того не будет, сможем ли бы сегодня так сказать, и этого не будет, Господи, он все, он на все, вообще вопрос, откуда бы он мог питаться, он на все говорит, если не будет, не будет, не будет, и далее. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. И далее. Господь сила моя, Он сделает многие мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Слава Господу! Это мог сказать этот пророк. Дорогие друзья, знаете, в конце написано в таких скобочках начальнику хора. Это чтобы хор пел. Это чтобы хор постоянно напоминал народу Божьему, чтобы что бы в твоей жизни не случилось, будет ли, не будет ли, но чтобы ты мог входить на свои высоты. Чтобы ты мог войти в присутствие Божие. И там, так скажем, на высоте небес, куда тебя Господь и меня и тебя посадил, ты мог в нем утешиться, в нем возрадоваться и спуститься в обыденную жизнь, имеющим победу от Бога, имеющим мир в сердце, имеющий способность терпеть и переносить, и за все Бога благодарить будем молиться.